Этот блог, я так понимаю, посвящен only shopping. Чтобы вы понимали, как это выглядит, а не доход пиццеров. Ты что, уже побираешься? Я что-то русскую съемку свою не потеряла. А, я думал, ты уже побираешься, все. Уже вижу, как там красиво. Сейчас все твои розовые рубашки мы выкинем. Не санкционочка, да? Сегодня я решил обкатать немного другую камеру, и мы уже пришли покушать. Вот так вот просто все это выглядит. Я еще пытаюсь проснуться. У Алены шакшука или что у тебя? Какие-то овощи с блином. Овощи с блином. Ну вот это вот я у тебя смотрю. Короче, ребята, а еще на холодное кофе у нас. Я хочу пожелать, вот знаете, вот этот вот лосось был пойман специально, чтобы оказаться в этом видеологе. Вот он чисто, вот он был создан для этого, понимаете? Я желаю всем дико приятного аппетита. Пускай у вас все сегодня получится. И завтра все получится, и послезавтра. Вот этот замечательный стаканчик холодного кофе тоже за вас. Хуй, да. Ладно, вкусно. Всем приятного аппетита. Сегодня у нас полноценный шоппинг. Девочки увидели наименование Zara и уже просто в экстазе. Что вы скажете? Что вы в экстазе? Что я сейчас куплю все, что там только есть. Я надеюсь, что там не рынок, потому что обычно не в России Zara это рынок. Ну, да, не в России. Чтобы вы понимали, я был вот в Америке в Zara я был, H&M был. Ты заходишь туда, там все разбросано. Это реально настоящий, сука, рынок. Посмотрим, как здесь это реализовано. В России, отвечаю, вот магазины, такие как Zara, H&M и тому подобное, это хорошие магазины. В других эстрадах это гребатый рынок, где ты зашел там все раскидано, ты хрен найдешь свою вещь. Ну, короче, я все это вам покажу. Если меня не выпрут, они скажут, что вещь нельзя снимать. Кстати, а вот здесь, смотрите, вот. Вот так вот все это выглядит. Вот один, да, смотрите. Пойдем через Nike зайдем, там красиво. Пойдем через Nike зайдем. Алена раньше с разных стран привозила баночки Red Bull. Сейчас она говорит, что я буду покупать Zara и буду... Он просто поздоровался на камеру. Так вот, она говорила, что она раньше привозила баночки с Red Bull, а сейчас... Эксклюзивные вкусы. Да, эксклюзивные вкусы. Она раньше просто в Red Bull работала, мы так и познакомились. Она предложила мне баночку Red Bull и вот так вот все это получила. Не санкционочка, да? Я понял. Это мне что-то напоминает этого... Ээээ... Эээ... Джасти... Вот, Джастина Бибера мне как раз напоминает. Ну, да, ну, похоже. Вот, и она говорит, буду привозить Zara в Россию и продавать по 15 тысяч на Wildberries. Вот так вот и работает бизнес, ребята. Вот так и работает. А все, девочки пошли в рай. Я просто пока посмотрю, потому что я с собой взял не кучу денег, но закупиться что-нибудь прикольное я точно хочу. Что-нибудь вот купить за рубежом, это прям, это хорошо. Потому что у нас закрыто много чего. А еще за музыку, сука, авторское право может пролететь. Так что у колоночки снимать не буду. Я тебе ботиночки начинаю тратить. Да, спасибо. Я же баскетболист. Чтобы вы понимали, как это выглядит. А я заход за рубежом. Ну да, вот тут со стороны видно, что это не как рынок, кстати. Да, вещи вроде не разбросаны. Торговый центр, все работает, все смотрится очень, все смотрится очень даже нормально. Тут еще и сей, о май гот. Кстати, недорого стоит, 69 долларов. Дерхам, хотел сказать, шекелей. Семь на тысячу рублей. Ну тысячу рублей, вот такая кофточка. Ну, нормально. Сейчас надаримся, пиздец. Все, я в экстазе. Меня сейчас проводят гордость. Я просто пытаюсь все эмоции поймать. Потому что пока тут женские вещи, я в экстаз не впадаю от шоппинга, так как девочки. Мне что-то не нравятся эти кофточки все? Мне нравятся девочки без кофточек. Ну, в принципе, как любому мужику. Посмотрите, я выбрал себе несколько одежды. Ну, всякие майки, там, шорты, штаны. И вот Алена мне тоже подобрала. Я, конечно, с великим удовольствием хочу все это померить. Но мне кажется, я потом сразу хава ноги его буду петь. Ты очень красивый. Я как будто в Майами буду. Ну вот и все, мы готовимся к Майами. Короче, я все это буду мерить и все буду вам показывать. Потому что этот влог будет, я так понимаю, посвящен он-ли-шоппингу. А себе девочки купили. Даша, ты себе ничего не купила? А Алена купила себе комбинезон, который я вам тоже покажу в этом видео. Очень красивый. Очень красивый. Хорошо, хорошо. И мы с ней еще с Аленой шли и спорили. У меня, в общем-то, было 4,5 миллиона подписчиков. Она говорит, я нифига не шарю за стиль. Я говорю, что ты не фэшн-блогер. Я не фэшн-блогер. Но... Я есть вещи такого красавчика. Сначала мы померим мои вещи, а потом то, что выбрала Алена. Но вдруг это реально красиво? Ну, то есть, обычно то, что висит, иногда смотришь такой и думаешь, что за говно? Я уже вижу что-то. А потом надеваешь и действительно бывает красиво. Сейчас посмотрим. Я вообще не любитель покупать одежды. Если покупаю, то раз и на кучу денег, и просто потом это у меня часть вещей валяется дома. Вот. Ну, посмотрим. Смотри, какие у меня тоже получили. Ты красавчик будешь? Я не буду покупать такие... Ты будешь просто бомба. Сейчас я подумаю, что ты бабушка просто. Да это не бомба. Баба Алена. Ой. Это прям мой цвет. Любимый. Ну ты, конечно, вот про совсем. Нет, мне такой цвет очень нравится. У меня много таких луков. У меня же есть такой костюм розовый. Мы с тобой будем couple goals. То есть ты выбираешь мой лук под свой лук? Да. Да. И у меня даже завитушки здесь начали появляться. Я точно не буду приезжать. Не, ну... Ну вот штанишки мне очень нравятся. Кофта... Майка нормальная. Мне кажется, как-то разбалочка для чего-то пойдет. Да. У меня просто розовые печи вообще нет. Ты прям такой сладенький. Устоколуки. Все. Ну что на тебе нравится? Как учила? Мама с мамой вот так вот присаживаешься. Если мудя не вываливаются, значит она будет как-то. Ничего не висит. Ну как? Нормально выглядишь? Ну да, вроде. Все. Я тогда вытешно начал, будут другие майки. Да. Это майки точно отменут. Ой. Мы прям армрестлеры. Это можно быть накачанным юринетом таким. Не, ну это про слишком секс какой-то. О, чикатило. Слишком, да, такое? Слишком секс. Вот так вот. Ладно. Ну и не хочу. Следующее. Я провяжу, как там красиво. Сейчас все твои розовые рубашки мы выкинем. А вот и то, что мамочки, это вообще просто космос. Да. Ой, ну посмотри. Ну, я же тебе сказала. Мама. Посмотри, еще будет браслет мой. Кто бы хочет поменять. Ну, посмотри, ты теперь вообще как просто, я не знаю. Я Павла Эскапа. Ну, я тебе говорю, когда ты вот выйдешь из своей Теслочки, все малышки будут твои. Все малышки будут твои. Да. Все, отлично. Хорошо, я тоже буду. Мне сейчас здесь не хватает пушка, чтобы выглядел там, наверное. Чтобы прям как мужчина был. Я просто, мне 29 еще полностью на грудине растоп. Ну, да. Ну, если что, второе. Это так, видите, разбавила. Даша, еще как? Ну, вообще она стильная, да. Какая стильная? Ну, да. Ну, просто... Ну, нет, может, с другими шортами были? Ну, да, да. Ну, я могу сейчас подложить и с другими шортами было. Не знаю, мне очень нравится. Это похоже на Ван Гога. Алена фанатка Ван Гога. Да. Вот, смотри, ты знаешь. Ну, ладно, хорошо, оставляем. Да, хорошо. Это маянический фан-плейдер. Ну, не знаю. Ну, это совсем какой-то... Это какой-то, да, цвет яблочный. Короче, говно, девочка. Ну, блин. Ну, сегодня вы выбирайте моего. Ну, да. Ну, что, ребята, сносите маману. У меня есть кофта. Ну, блин. Вот и достаточно. Ладно, вы горно. Ну, честно. Ну, такое, да. Ну, горно. Все, понятно. Простенькое, если ты стремно. Потом подписчики будут всегда. Они ничего не понимают. Ладно, следующее. Алло. Ну, бомба. Ты прям аристократ. Еще бы это был тебе жест. Спасибо. Без носок. Я натер тебе до крови. Ладно. Ну, ты прям вот вообще, знаешь, прям аристократище. Вообще. Еще золотые очки. Простенькое. Про светлую бетону. Не, ну, тут прикольно. Мне нравится. Прямо такое, знаешь, типа. У меня на спортивном стиле, она casual. Что, правда нормально? Да, да. Вот это круто. Все, вот это берем лук. И черную рубашку. А теперь свои шорты розовые. Стандарт-эдишн. Правда, она распозряет уже немного облегающие. Но на норму смотрится или нет? Ну, обычно. Вообще норм. Да даже такая облегающая вроде норма. Не понимаю, шорты не нравишься? Ну, шорты это есть еще на один размер больше. А тебе нравится? Да. Да, бывает нормальные. Я не знаю. 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 что были выбирается. Я еще больше хочу покупать, что носить. Я готов ходить в одном и том уже хоть 10 лет. Я просто не понимаю, с чем их носить. Ну, вот это уже вопрос с тобой. Те были прям вау, перфекты итальянец. А эти не плохо, но и не плохо. Ну, да, да. Это стандарт-эдишн. Давай попробуем шорты. Ну, а не ланжевики упасли. Давай. Попробуем. Все. Не знаю, кстати, сколько это выйдет. Наверное, тысяч 10 рублей. Плюс-минус. Сейчас посчитаем. Когда посчитаем, скажу точно, сколько вышло. Короче, вышло у нас вот таких два пакета. Алена взяла себе на 450 шекелей. У меня на тысячу вышло шекелей. То есть, если суммировать, это получается сколько? 25 тысяч рублей. Как где-то? 23 тысячи рублей оставить в заре – это мощно, на самом деле. Потому что обычно, ну, что там, маечки, шортики себе купишь, там, десятку, ну, максимум, пятнашку ты оставишь. И то это прям сам и не балуйся, там, закупиться на полгода вперед. Ну, а тут, в принципе, тоже вещей много. 25 тысяч, курс не русский. Ну, я думаю, нормально. Я думаю, прикольно. Вот. А мы идем дальше смотреть, что есть по магазинам. У меня, правда, единственное, что меня парит – это моя прическа, которой я ничего не могу делать. Она у меня просто здесь вьется автоматически от солнца и от всего происходящего. Все. А мы дальше гулять по ТЦ, смотреть, что тут интересного есть и вам покажу. Мы второй день находимся в Израиле и мы не используем сим-карты местные по одной простой причине. Мы сейчас зашли в какой-то местный салон связи и нам объяснили, что мы не можем купить туристическую симку, ну, по крайней мере, здесь, в ТЦ. Нам нужно привязывать это к банковскому номеру, и 59 шекелей каждый месяц бы у нас снималось. Безлимитный интернет, можно раздавать, но мы не можем оплатить кэшем этот. И неудобно то, что у нас нет банковской карты. И наша банковская система здесь не работает. Вот я теперь реально чувствую щемледи. Типа, мы не можем просто взять и оплатить симку. То есть у нас бы каждый месяц снималось там по 59 шекелей, да, ну, грубо говоря, я бы мог там отменить подписку в какой-нибудь момент, но это сейчас невозможно. Наши карты здесь просто не работают. А так за 59 шекелей умножайте там на 17, это получится сколько вы отдадите за безлимитный интернет в месяц. И типа быстро интернет, все дела, с раздачей. Тысяча рублей, ну, в принципе, нормально, как в России. Но у нас нету карточек. А еще, кстати, паспорт нужен для такой сим-карты. Но нам нужна, короче, все, нам нужна туристическая сим-карта. Вот это факт. Да? Да. Где искать? Где искать? Короче, в Дубае ищем тоже местных суетологов. Мы купили By Digital. Вот здесь вот мы купили симки. Вот они, три симки. Каждая симка по 80 шекелей. Ну, то есть 1200 рублей. Вот мы купили три штучки. В принципе, нормально, слушайте. В одном месте там, да, говорили, 70 шекелей почти. Здесь 80. Короче, нормально. Везде нужно искать суетологов, которые говорят по-русски, у которых можно что-то купить. Вот мужичок сидит, торгует чехлами. Я решил просто зайти спросить. И мы нашли три симки. Все скайп. Мне мама всегда говорила, язык до Киева доведет. Нужно уметь общаться. Так что, если ты скромный пацанчик, который сидит дома и смотрит влоги, смотрит игры, не бойся ходить и общаться с людьми. Ну, то есть вот... Ты что, уже побираешься? Я чуть русскую симку свою не потеряла. А, я думал, ты уже побираешься. Все. Все, 8 шекелей отдали. Все, теперь бомжуем. Бомжуем в Израиле. Все, все. Они уже не могут без интернета. Я вот хожу, мне вообще плевать. Я сторисы не выкладываю. Телегу ничего пока не пользуюсь. Вот так, от Wi-Fi до Wi-Fi я живу. А вот они... Они социально-зависимы. Они социально-зависимы. Короче, что я говорил. Братанчик, если ты сидишь дома, вот вылази свои берлоги и просто начни общаться. У тебя все получится. Я был таким же интровертом, как ты. Сидел дома, ничего не делал. Потом научился общаться. Ничего в этом сложного нет. Зато получил, что хотел. Короче, вот. Три бомжонка сидят на лавочке и меняют себе симочки. Здесь у нас симок. Я за каждую получу симок. Вы похожи на суетологов, знаете? Короче, ее надо сейчас выломать. Вот самую маленькую. Наносим. И вставить вот сюда, в телефончик. У меня правда телефончик разбитый. Вот так вот. Сообщения посыпались. Да? Ой-ой-ой. Сегодня еще мама Аленина прилетает. Ой-ой-ой. Если обратить внимание, вон там вдалеке белая Tesla едет. Я вот вчера за один день увидел больше десяти машин. Где-то машин 14 я вчера насчитал. Очень много лонгрейнджов. Практически нету перфомансов. Перфомансов всего две или три машины было. Вот. И на самом деле электричек, гибридов здесь очень много. Очень много Hyundai здесь катается. Айоники даже катаются. Гибриды полностью электрические. И что самое странное, что меня до сих пор удивляет, очень много грязных машин. Здесь у них практически нет осадков. В чем сложность помыть тачку? Меня бы прям это калило. Хотя вот я в Америке когда был, мне ребята рассказывали, что они по 4-5 месяцев машины тоже не моют. Потому что там нет осадков. Они только стекла протирают от мошек всяких. И все. При путешествии. Мне кажется, когда я на Плейде поеду по Америке, я буду каждый день пидорить свою машину, чтобы она была чистой. Здесь очень много грязных тачек. И очень много электричек. И зарядки, кстати, везде во всяких столбах навешаны. Всякие Type 2 европейские и тому подобное. Американские зарядки вообще ни одной здесь не видят. Но с переходниками американская машина может превратиться в европейскую. Так что сейчас с этим проблем особо нет. И снова Zara. Рубашечка. Мне нравится, как выглядит рубашечка. Еще больше мне нравится платье. Конечно, это розовый стиль. Калкушеки девочки. Она смотрит рубашечки. Короче, мы в каком-то мажорском торговом центре. На этот раз здесь всякие Монбланки, Луи Виттоны, Ола Косты, еще всякие магазы. Но мы не изменяем традиции. Мы ходим в Zara. Мы ходим в Zara. То, что у нас нету. Хотя у нас нету еще и Cartier, нету Луи Виттона. Туда тоже можно зайти. Но ценники, мне кажется, там бомбические просто. А тебе говоришь, можно зайти? Нет, 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 нет. Оговорился. Я хотел сказать на рынок. Да, смотри, давай, давай, давай двойные бассейн. Мне кажется, это уже она еще пойдет. Давай две одинаковые кузель померим. В общем, не заносите. Не знаю. С чем угодно. Мне кажется, тебе она пойдет. Давай, будет, кстати, тоже померим. По-моему, бомба то, что под рубашкой. Так, девочки у нас выбрали парные луки. Да, Степа, чисто по твоей языке. Степа, мы еще не... Тебя можно снимать? Можно тоже снимать. Короче, Степа, это брат. Это брат Алены, Даши. У них еще есть брат Фиди. Короче, большая шведская семья. Да, чисто по степи на языке. Блин, будешь померить эти? А у Даши еще... Даш, покажи шорты МММ. Это от Мавроди. Марсела Мирклс, ребята. Все покупаем. Марсела Мирклс. Это от Мавроди. Уверена, что норм будет смотреть? Это как... Кирилл не оценил. Не, ну мне нравится рубашка, но вместе... Ну хотя, блин, я не знаю, я не понимаю в моде ничего. Вот про технологии, про технику спроси меня, я тебе подскажу. А так ничего не скажу. Где-то между днями, я уверен, эта вставочка обязательно прилетит. Знаете, что хочу сказать? Я хочу пожелать вам просто приятного аппетита и чтоб вы питались вот точно так же, как мы сейчас взяли тут куча-куча всего вкусного. Знаете, вот эта вот рыбка была сделана специально для этого влога. Вот эта картошечка специально была сделана тоже для этого видеовлога. И я хочу забацать себе кичунес. Это вот уберем. Это майонез и кетчуп. Сюда сейчас все это захеракать. И вот этот замечательный кичунес. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Кирюшенька, снимаешь, да? Во! Вот эта картошечка за вас! Приятного вам аппетита! Еще немного шоппинга в Израиле на местном рынке. Это кипы. Я думаю привезти своим друзьям из конфидера чилы. Но я не знаю, что им может понравиться. Это какие-то штучки местные. Блин! короче я думаю купить сколько 4 штуки таких и мы все вместе их наденем и пойдем в какой-нибудь бар московский это будет смешно алена кстати купила себе крестик покажи вот такой крестик он похож как из мрамора прикрепит на карте есть маленький кальянчик короче ну тут много всего ну я замучаюсь все снимать можно потереть лампу и оттуда вылезет джин если вдруг кто хочет потереть мою лампу на туда тоже вылезет джин вообще постоянно головой об эти штуки быть это эмонгас а могут если включить фантазию похоже очень много старинных вещей здесь и я не знаю что покупать друзьям но реально какие сувениры должен провести вам там точно эмонгас внутри ну что типа такие штуки нужны я правда не знаю но сейчас буду думать сейчас буду думать думал но реально кипы привести потому что здесь израиля хотя бы не знаю даже в москве продают в любом где продаются но интереснее отсюда чисто как сувенир раньше привозил магнитики потом в какой-то момент вообще забил я кстати привозил магнитики маме постоянно вот маме кстати надо купить магнитики у ней на холодильнике магнитики со всех стран где я был короче дрочила не знаю чем купить купила по такой кипе типа правильно вот такая со звездой давида такая такая короче везде и звезда давида 4 штуки наденем их и пойдем в бар который москвы угораем но как странно звучит по угораем ну сходим короче выбрал такие четыре типа выбрал магнитик очень много магнитиков всяких разных прикольный но прикол в том что здесь иерусалим написано я не был в иерусалиме вот здесь от бахра не наш дом но это вот тоже иерусалим написано я не был в иерусалиме здесь бон аппетиты как бы фо лайфы всякие овощи из флаг израиля тут принципе понятно будет вот эти вот тоже небоскребчики старое здание маяки ну это немножко не то но тель-авив еще подходит тоже но мне показалось это будет самое необычное но так что мама если ты смотришь этот блок знает что где-то в москве когда я прилечу я привезу тебе магнитик у меня есть магнитик для тебя я же привожу магнитик со всех мест где был не знаю если чем понравится куплю еще мы зашли в магазин bank and allison стёпа решил взять себе колоночку bank and allison стёп полезет на килиманджаро какой он покорил уже дорогой балл эльбрус ты был на эльбрусе я нет банка должен ставят в тачках насколько я знаю если тоже bank and allison без жильдиков стоит все выглядит красиво но безумно дорого я безумно нравится как выглядит этот сиди плеер ну и конечно вот эти колонки это просто какое-то сверх безумие но здесь конечно куча рекламы ну ничего мне рассказывать вы знаете что его беконулся да просто крутая модняла техника который очень хорошо играет девочки короче вон там вот фоткаются хочу сказать чувствую себя в израиле настоящим бомжом потому что у меня в кармане осталось 400 шейкер и на них нужно прожить еще как минимум два дня это покупать воду за 30-40 шейкелей плюс такси вот только вот эта бумажка одна выйдет на такси до аэропорта дешевая короче жизнь какая-то и вот знаете чего вот я задался вопросом а что делать если у меня кончатся деньги я говорил что представьте вот допустим вот эти 400 шейкелей у меня просто кончаются и что мне делать вот реально у меня нету карточек зарубежных мне просить какие-то переводы сюда сколько они будут идти вот эта проблема с бабками она меня прям дрочит она меня прям калит деньги тут заканчиваются неимоверно ты никогда не рассчитаешь сколько денег тебе надо ты все равно просрешь куча бабок на перри переконвертации валюты это это жесть какая-то я не могу с этим справиться раньше ты просто карточку приложил и все а здесь ты должен ходить с налом с налом с наличными бумагами кто путешествует знает что с бумажками ходить но это это качка чувство какое короче меня это дико бесит и я ничего не могу с собой поделать хочется просто жаловаться и говорить что я не могу сказать что все я смотрю кучу видеолога всяких разных блогеров в израиле очень дорого все говорят я не могу назвать эту страну супер дорогой что здесь я не шикую но в любом случае ну бутылка воды 180 рублей стоит какая-то одежда шмоточка там две три три с половиной тысячи рублей да если мы переводим на рублей но в любом случае короче бабки тратятся и вот что делать когда они заканчиваются вот вот это меня бесит я не знаю как с этим совладать вот когда я собираюсь в америку поехать вот сколько денег мне с собой надо на два-три месяца вот скажите сколько денег нужно вот сколько я не знаю и вот этот вопрос а вот этим вопросом и буду задаваться ближайшие два-три месяца мне кажется просто решил включить камеру и поговорить наговорить вам что меня беспокоит как раз девочки нафоткались мы вызываем такси и едем а вот здесь вот у меня вкусный кофе будете в израиле берите именно называется айс кофе кофе айс правильно кофе айс называется айс кофе вот будете в израиле айс кофе не прогадайте самое вкусное которое есть айс лата не берите кофе лата не берите айс кофе все мы зашли в какой-то бутик просто шоу-рум вот это платье весит как кольчуга какая-то все стоит оно кстати и шейки офигеть скажу что это мы сделаем 340 тысяч рублей кольчуга юпан это камни короче пособирали это очень красиво а как это голым носить и вот так выбирали между с точками а мне нравится вот эта штука я как-то алене дарила такие балансиаги с зеленой полоской снизу это это эти сережки по с диснея всякие штуки приколюхи да слишком что-то на богатом слишком хочу чтобы моя девушка работала и смогла позволить не балансиаги жак-мюс так уже у твоей подруги и жак-мюс и не будет я бедный я бедный блогер снимаю блоги за донатьте пожалуйста за донать типа вот эта сумочка стоит две тысячи шейкелей это 30 фигня вопрос тридцать тысяч ключевое слово всего да если что она шутит да а то подумают что ты расточительница расточительница моих донатов мы сидим с девчонками соленой и дашей и провожаем закат который вам кстати плохо видно но если кропну качество потеряется но вы увидите солнце прям заходит за горизонт вот прям сейчас она зашло знаете что хочется сказать всем огромное спасибо что посмотрели этот видеоролик и забывайте ставить лайк на этот ролик потому что впереди еще много всего интересного много игровых видео много live видеороликов и обязательно подпишитесь на телеграм и инстаграм все нужные ссылочки для вас находятся в описании но в этом видеоблоге был варбать алена и даша всем спасибо всем удачи всем